Добрый день, друзья! С вами Пётр Шевченко, журналист веб-бизнес, а также на связи из Нью-Йорка инвестиционный банкир Грегорий Грушко. Здравствуйте, Грегорий. Добрый день, Пётр. Мы продолжаем отслеживать за тем, что происходит в США. Сейчас там идет активная фаза президентских выборов. 29 сентября там произошло важное событие. Это дебаты между двумя основными оппонентами, Трампом и Байденом. Грегорий, давайте начнем с этого. На чем акцентировали внимание противники этих дебатов? Как себя вел Трамп? Что бы вы отметили? И как себя вел Байден? Для чего эти дебаты происходят? Для того, чтобы у этих двух кандидатов оставалась возможность убедить тех избирателей, которые еще не приняли решение, хотя их сейчас очень-очень мало. Тем не менее, Байден пытался рассказать о своих планах. Какие у него есть планы на борьбу с ковидом, какие у него есть планы на восстановление экономики и так далее. Много разных различных планов. Трамп, в свою очередь, намеревался не убедить нерешительных избирателей поддержать его, а скорее старался укрепить своих сторонников и побудить их сорвать выборы, чтобы он мог оспаривать результаты, пока решение не будет передано в Верховный суд, где он, как он надеется, большинство вынесет решение в его пользу. Его выступление, которое было очень скандальное, об этом все обозреватели, простые люди говорят о том, что это был какой-то полный ужас. Он перебивал, он спорил, он постоянно лгал и вообще высасывал, если можно так сказать, высасывал кислород из комнаты. Он жульничал, он отказывался следовать правилам, на которые он и его компания согласились. Тем самым он демонстрировал, что он не будет связан никакими правилами, по которым все остальные должны жить, включая Байтона. То есть, грубо говоря, это была не конструктивная дискуссия, а больше, скажем так, какие-то перепалки словесные? Это была даже не дискуссия. Правила, на которые согласились обе стороны до дебатов, определяли, что каждая новая тема, там было всего шесть тем, начнется с того, что у каждого кандидата есть две минуты сделать заявление, рассказать о своих планах и так далее. И во время этих двух минут его оппонент не может его прерывать. Первый раз начался, Трамп говорил две минуты, Байден на него смотрел, улыбался, все хорошо. Потом пришла очередь Байдена говорить, только он открыл рот, сказал пару слов, Трамп начал кричать. На самом деле, было абсолютно непонятно, что он пытался сказать. Трамп в нормальных условиях, у него проблемы с тем, как бы составить грамматически правильное предложение на английском языке. Во время этих дебатов он просто выкрикивал отдельные фразы и какие-то отдельные словосочетания, которые просто затыкали рот его оппоненту Байдену. И модератору, который чуть ли не плакал и просил, говорит, господин Трамп, вы же согласились на эти правила. А он на него смотрел, улыбался, говорит, да, согласился. И вперед, поехал дальше. В общем, дошло до того, что на каком-то этапе, он, в принципе, пытался довести Байдена до того, чтобы Байден сорвался. Это не получилось. Но Байден на каком-то этапе посмотрел на него и сказал, ну, лучше всего это перевести на русский язык как, да заткнись ты парень. Что, в общем-то, в предыдущих дебатах никогда в истории Америки не было сказано. Он его еще, кстати, Байден назвал Трампа клоуном. Чуть дальше во время этих дебатов. Но это, в общем-то, никого не удивило, потому что Трамп, в общем-то, вел себя как клоун. И вся эта ситуация напоминала клоунаду. Смотрите, там был такой интересный момент про упоминание про налоги Трампа. Да, да. То есть, ему задали вопрос, правда, что вы заплатили всего лишь 750 долларов налогов. То есть, что это за история, как бы, в чем ее суть? Начну, позволю себе объяснить немного. Для президента Никсона в американской политической жизни существует традиция, когда каждый кандидат в президенты представляет свои налоговые отчетности за последние несколько лет, может быть, три года, может быть, пять лет, десять лет и так далее. А Трамп, первый президент, который в 2016 году отказался предоставить свои налоговые отчетности, заявляя, что они находятся под просмотром налоговых служб, и поэтому он не может их показать. В любом случае, четыре года прошло, никто этих налоговых отчетностей не видел, никто не знает, чего Трамп на самом деле стоит. Это он действительно ли миллиардер, или он не миллиардер, сколько он платит в налогах, кому он должен деньги и так далее и тому подобное. Сказав это все, прошлой неделе, несколько дней назад, New York Times получила доступ к налоговым, частичным налоговым документам Трампа, покрывающие последние десять лет. Пробила свое исследование, опубликовала информацию, которая показывает, что, например, в 2016 и 2017 годах Трамп уплатил всего 750 долларов в каждом году в федеральных налогах. Простите меня, официант Макдональдса платит больше, чем 750 долларов. Почему? Потому что его бизнесы, с самого начала его рабочей деятельности, с того времени, как ему его папа отдал несколько миллионов долларов, его бизнесы всегда катастрофически теряли деньги, и он постоянно находился на грани банкротства. До тех пор, пока он не нашел способ зарабатывания денег, будучи персоналем на телевизионной программе, это то, что ему начало приносить доходы, и лицензирование своего имени на другие строительные проекты. То есть Трамп не уплатил больших налогов по очень простой причине, потому что у него не было доходов. Чарофтау не зарабатывал. Более того, эти же документы показали, что он должен кому-то, мы не знаем кому, почти полмиллиарда долларов в долгах, которые он гарантирует лично, не его бизнес, а он лично. Мы не знаем, в какой стране он это, или каким банком он должен эти деньги. И мы знаем, что его личная себестоимость, если об этом говорить, он не миллиардер, документы показывает, абсолютно. Он на самом деле в негативном состоянии находится, и более того, он использует любую возможность, которая открывалась перед ними его семьей со времени, того времени, как он стал президентом, для того, чтобы заработать деньги. Для него президентство – это не шанс что-то сделать в истории Америки, что-то сделать для американских людей. Для него, как, в общем-то, и ожидалось, это очередной способ заработать деньги. Какой был результат этих всех дебатов? Смогли ли, скажем так, Трамп склонить больше к себе, или наоборот, Байден в свою пользу смог склонить взгляды зрителей? Традиционно по результатам дебатов всегда есть какие-то обозреватели, газеты, телевизионные каналы говорят о каких-то победителях и о каких-то непобедителях, проигравших. В этот раз все единогласно заявили, что в то время как Байден, наверное, победил на чуть-чуть над Трампом по последним опросам, в общем-то, на самом деле, Америка проиграла, потому что мы увидели полное отсутствие порядочности, цивилизованности, демократии у президента Соединенных Штатов. Было ощущение у меня и очень многих людей, что просто нас покрыли какой-то грязью, мы увидели что-то настолько неамериканское, что было просто очень жутко. Но если говорить о, собственно говоря, цифрах, то да, Байден немного, кажется, победил, его разрыв впереди Трампа не изменился, Трамп ничего не исправил, но и в то же время он катастрофически ничего не потерял. То есть Байден продолжает идти впереди Трампа в среднем на порядка 7-8%, а в критических Штатах около 4%. Самое главное, что мне кажется, после этих всех, да не только дебатов, но всей ситуации, в которой мы находимся сейчас, всего один месяц до выборов, Трамп во время дебатов, в самом конце дебатов, очень много начал говорить о том, как он может и не признать результаты выборов, потому что он считает, что там может быть жульничество, что там бюллетени, которые придут по почте, а миллионы американцев в этот раз будут голосовать по почте, потому что они не хотят приходить на участки и подхватить коронавирус, который по-прежнему свирепствует по всей стране. И он заявлял, что это будет жульничество. И когда его, так сказать, приемник спросили, признаете ли вы результаты этих выборов, он сказал, я не знаю, мы должны посмотреть, потому что вполне возможно, что я это доведу до Верховного суда, и пусть Верховный суд решает, какие результаты выборов. И тут же он призвал своих сторонников прийти на участки и стоять, и проверять, чтобы там ничего плохого на участках не происходило. А сторонники Трампа, когда они появляются на избирательных участках или на каких-либо других мероприятиях, это обычно какие-то здоровенные мужики, обвешанные оружием с ног до головы. И задача очень простая, перед ними поставленная. Кстати, его сын призывает армию сторонников Трампа появиться на избирательных участках. Их задача очень простая. Запугать избирателей и заставить их отвернуться и уйти, не проголосовав. К чему я веду? К тому, что мы на самом деле... Трамп говорил, что вот эти бюллетени по почте это угроза американской демократии. На самом деле мы очень четко и ясно сейчас понимаем, в этом уже говорят все, уже осталось... Нет необходимости притворяться, что может быть это какая-то ошибочка в истории какой-то. Не сказано. На самом деле все отлично понимают, что самая большая угроза демократии США исходит от самого президента. Это очень просто. Он очень хорошо знает, понимает, что после выборов он будет продолжать свою жизнь в каком-то казенном доме. Или в белом доме президента, или в доме другого цвета за решеткой. Он это отлично знает, отлично понимает, и поэтому он сделает все возможное юридически разрешенное и нет, законно и незаконно, для того, чтобы остаться у власти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok